Всем здравствуйте! Я представляю сразу свою команду разработчиков Bazalt SPO, которая как раз занимается доменными технологиями. Сегодня у меня тема прикладного характера, которая пришла по запросу тех, кто работает с нашими групповыми политиками. И касалась она того, как организациям, которые уже внедряют у себя наши домены, наши групповые политики, как этим организациям, не обращаясь к нам, расширять возможности по управлению своими системами. В двух словах кратко, у нас получается, разработали в Саратове наши коллеги, целый стэк технологий для управления доменом, который сочетает в себе как те вещи, которые применяются на клиентах, собственно, вот о чем сейчас пойдет речь, это под названием GP Update, то есть то, что системные настройки все включает, так и графические средства управления ими, и в принципе всю эту связку с доменом. Тут, в общем-то, можете как раз увидеть на схеме, как это выглядит. У нас возможна интеграция с Windows системами, но сегодня разговор не про это. И, в общем-то, сейчас наши системы позволяют управлять примерно 200 параметрами настройки, не считая еще кучи браузерных 900 политик. И сам механизм применения, который у нас так же, как и Windows, называется GP Update, он основан на том, что у него есть какие-то иплайеры, которые берут какие-то системные настройки и с ними работают. Среди этих настроек есть те, с которыми могут работать и наши какие-то организации, или те, кто, в принципе, у себя гуповой политики применяет. Я сейчас в процессе расскажу, какие это могут быть настройки. Это могут быть работы с ограничениями полкит, это могут быть браузерные политики для трех браузеров перечисленных, это может быть работа с параметрами G-Setting, системные средства Control, служба систем D и какие-то другие системные настройки. Тут на схеме я показал, как, в принципе, работают ограничения полкит, если вот кто-то вдруг с этим по какой-то причине не сталкивался, и как мы можем с этим работать. В основном вот эта возможность расширения, она в значительной части связана с тем, что мы просто не успели охватить какие-то еще политики своими собственными ресурсами, и поэтому все остальные могут к этому как-то подключиться и быстрее их охватить. То есть, например, если для каких-то приложений разработчик внедрил полкит-ограничения, а они к нам еще в политики не попали, хотя мы, в принципе, через свои политики можем управлять, то вы можете для них простым способом, которым я ближе к концу скажу, добавить их групповые политики и этими ограничениями управлять. Точно так же дело обстоит с базой D-Conf и утилитой G-Setting. У нас одна из основных рабочих станций, которая в домене используется, она на базе окружения MATE, Workstation, собственно говоря, и он как раз пользуется настройками базы D-Conf. То есть наш механизм применения может через утилиту G-Setting эти настройки менять. Для какой-то части наиболее актуальных параметров мы уже собрали свои шаблоны управления групповыми политиками ADMX-файлы, а для той части, которую еще почему-то не охватили, и в будущем когда-то может быть охватен, если вы считаете, что это актуальный, то можете самостоятельно собрать для них шаблоны управления и, в общем-то, применять эти параметры. Есть еще и вторая возможность. Пока готовили доклад, ее тоже обсуждали. Она заключается в том, что поскольку база все равно D-Conf есть, и есть во всех наших дистрибутивах, просто не везде окружение к ней обращается, то вы можете сделать себе приложение, которое через G-Setting какие-то свои параметры будет в этой базе менять, и, пользуясь нашим механизмом, можете управлять еще таким способом этим приложением. То есть такой универсальный получается подход. Аналогично можно управлять службами SystemD. Это происходит через обращение к шине D-Bass. У нас там простой – включить-выключить службу. Опять же, вы можете какую-то свою службу написать для нее юнит, и через наши механизмы управления политиками тоже этой службой как-то управлять. Точно так же с механизмом control, с утилитой, которая у нас в системах существует. То есть это какие-то системные настройки, системные скриптики. Вот пример типовой ADMX-шаблона, который, в общем-то, как раз и можно довольно простым способом администраторам на местах. Вот доклад ориентируем, в первую очередь, на администратор в большей части, либо на тех, кто как-то с групповыми политиками будет работать. Здесь типовой пример шаблона ADMX-файла, который считывает наша программа графической настройки политик, записывает их потом на контроль ардомена в каталог syswall и уже gp-update механизм применения, вот то, что было на первом слайде. Он эти настройки считывает с контроля ардомена и, собственно, благодаря чему и происходит управление. То есть, на самом деле, в чем прелесть, красота вот этой связки для системных администраторов? Она в том, что можно очень простым способом, только собрав вот этот ADMX-файл, ADMX-настройок, уже используя все остальные части механизма, никак не обращаясь к разработчику, не стремясь к тому, чтобы его настройки попали в какую-то пакетную базу дальше, можно уже у себя в организации что-то внедрять. И к нашим 200 параметрам, которые можно управлять через gp-update, через наши механизмы, можно еще сколько-то неограниченное количество, пользуясь этими механизмами, добавить. Если переходить к итогам, то получается, что сейчас у нас системных настройок не считает 900 браузерных, уже сейчас более 200, это на начало августа, тех, которым может gp-update управлять. Есть ряд механизмов из тех, что перечислено в докладе, это полкит ограничения, контрол, систем-д службы, аг-сеттинги, можно уже сейчас что-то от себя добавлять к этим 200 параметрам системным. И в ряде случаев для того, чтобы все это сделать, то есть что-то настроить, достаточно только собрать свой dmx-шаблон, то есть это специальный формат файла, который графическая утилита и виндовая, и наша, линуксовая, там в винде это комплекс программы RSAT, у нас это gpy, можно в нее загружать эти шаблоны и через них настраивать. Вот еще в качестве завершения прорекламирую канал alt-linux-team, которую веду я и Мария Факанова вместе, где мы вот эти все схемы и настройки групповых политик и вообще доменные технологии разбираем. Спасибо. На, такой вопросик у меня. Вот я там в шаблоне, если ты отлистаешь, будет даже попроще, видел вроде бы ссылки на переводы, да, вот что такое display name, и там некий макрос. Да, ну, в принципе… Да, вопрос-то это переводы, и если да, то где они лежат. Да, хорошо. Вообще, сам по себе формат подготовки dmx-файлов и переводов к ним dml, он очень подробно задокументирован в самом микрософте, и не только, я поэтому не стал в деталях на нем останавливаться, но если вкратце, то предполагается, что есть некие xml-ка, где указаны основные параметры, да, как это все будет конфигурировать, ключи, которые будут в итоге там затягиваться, и к нему идет набор файлов перевода. У нас в системе, это как бы стандарт, да, что у нас два перевода, русский и английский, то есть adml-файлов соответствующие с переводом, ну вот, что такое перевод, это будет название политики в редакторе политик и описание к ней, ну еще какие-то там шаблончики будут. Ясно, понятно. Спасибо. Еще вопросы? Групповые политики. Десятки лет люди ждали, когда групповые политики приедут сюда, ну давай, давай, давай. Мы конец это сделали, да. Вопрос какой? Ты не упомянул KDE, хотя у нас вот ненавная такая история была. Может быть, выяснили, как у нас там? Про KDE можно сказать в качестве рекламы, да, то, что у нас до этого мы как основную систему применения политика с окружением работы был мата, сейчас у нас еще в CZIP ушел пакет управления окружением KDE, но для него таких расширений нет удобных. То есть все равно это нужно в XML лезть и все равно пока мы такой набор функций не предполагаем. Ну он, видимо, имеет в виду, что у нас еще не разобраны все механизмы. Да, да, да. То есть мы пока еще сами разбираем, какие параметры считаем важными. А вот для тех всех вещей уже можно подключаться всем остальным. Ты хочешь забрать у меня, да? Собственно говоря, еще добавлю, да, в плане откуда это пришло. То есть есть какое-то количество организаций, в которых уже внедрены эти системы управления политиками, и они когда к нам обращаются за каким-то функционалом, мы не успеваем там какую-то часть функционал может быть сложный реализовать, им самим иногда бывает проще. Я не спрашиваю, ребята, расскажите нам, как мы можем сами уже что-нибудь себе запилить, только вот проговорите полностью путь, как можно с вашими политиками поработать. Собственно говоря, вот эта тема отсюда выросла. Ну да, я тогда еще одно, несколько кратко. Таких инсайтов расскажу. Значит, есть два набора доработок, которые есть, которые, может быть, Антон здесь не упомянул. Одна из них — это идея о том, что политикой можно конфигурировать и локальную операционную систему. В целом очень много вещей просто не вынесено в графический инструмент, а здесь можно было бы этим пользоваться. Мы над этим думаем, работаем, как это сделать правильно, безопасно и как бы соблюсти противоречия. Потому что через этот механизм, в целом, многие вещи системные можно и сломать, выключить дебас, например, и все. Вот это как бы одна часть. Вторая часть — это то, что у нас архитектурно сейчас нет понятия «реестр». То есть «реестр» в том виде, в котором он в Индии есть, это системный компонент, которым пользуются приложения. И архитектурно одна из идей следующих — это убрать промежуточный слой, где мы выгружаем политики для дальнейшей интерпретации, а использовать для этого KG-setting, точнее говоря, D-conf напрямую. То есть и D-conf становится в каком-то смысле реестром. Соответственно, им можно управлять и формать и с приложений, и с политик. И самое главное, что вот эта фишка, которая делает политику политикой в Индии, если вы сделали политику, то соответствующие в графических инструментах возможности по конфигурированию становятся неактивными. То есть вы задали политикой какую-то настройку, и, соответственно, эта настройка становится недоступной пользователю для изменения. Она именно поэтому и называется политикой, иначе если она не столь строгая, то она и настройкой является или предпочтением, потому что пользователь вроде как может поменять обратно. Вот, наверное, еще можно будет потом поздавать вопросы. А вот ты понимаешь, а для всяких KDE, где нет D-conf, где все конфигурируется через просто кучу этих самых точков файлов, там что-то есть как раз? Как это запретить? Хорошо. Во-первых, в KDE такое есть. У них есть понятие… То есть надо понимать, что мы не собираемся переписывать KDE, но механизмы… Что-то с дебасом рядом стоящее, да? Не погоди, нет, нет. В их конфигурационных параметрах есть дополнительные опции, ключи к опциям, которые позволяют сделать настройки жесткими, неисправляемыми из-под пользы сквозь режима. Неактивными, но в каком смысле, да. И вот мы эти вещи тоже включили в тот механизм применения, а вот накидать теперь, разбирать, какие же настройки мы хотим применять, это вот отдельная задача. И у нас, кстати, к этому присоединяются другие разработчики из других дистрибутивов, они начинают портировать наши наработки. В частности, KDE всем в большей степени интересен. И здесь дебас и деконф я вижу как. Если деконф становится в каком-то смысле системной частью в виде реестра, то если мы конфигурационные параметры все-таки генерируем, мы можем ключи к ним хранить в том же деконфе просто в разделе KDE. Ну вот в этом плане оно будет также интегрировано. По крайней мере, на первый взгляд, это окажется самым прямым путем. Но главное, пользователь не сможет в своем локальном файле что-то поменять, потому что там где-то на ВИТЦ лежат неизменяемые параметры, и это называется настоящая политика. Продолжение следует... Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Готовы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.